До обращения в университетскую клинику Казанского университета Валерий Емелин и не подозревал, что у него аденома предстательна железы больших размеров и камни в мочевом пузыре. Когда делали операцию, Руслан Борисович, он сначала сделал простату мне аденома, а потом уже вычищал эти камни, как он сказал, выгребал ложкой. 260 с лишним камней у меня было. Вообще ничего не чувствовал, даже гром не чувствовал. Я даже не знал, что у меня столько там есть. Когда он мне показал после операции, я просто не поверил. На сегодняшний день Валерий чувствует себя отлично. Практически ничего не болит. Врачи обещают скорую выписку. Уже 25 лет врачи университетской клиники занимаются оказанием неотложной урологической помощи жителям города Казани, Республики Татарстана и регионов России. Основная часть нашей работы – это, конечно, лечение мочекаменной болезни. Для лечения мочекаменной болезни у нас есть весь спектр оборудования, который используется у нас. Недавно, буквально на днях, к нам поступило оборудование для проведения дистанционной литотрепсии. Оно монтируется. И через несколько месяцев мы сможем оказывать операции и лечение по поводу мочекаменной болезни в полном цикле. То есть на весь завершающий круг лечения. При помощи метода дистанционной литотрепсии врачи смогут дробить камни в мочеводелительной системе посредством воздействия на них ударно-волновых волн направленного действия. Второе преимущество метода – операция бескровная, малоинвазивная, без нарушения целостных кожных покровов и практически безболезненная. После дистанционной литотрепсии пациенту не требуется госпитализация. Он сразу может пойти домой. Большинство пациентов поступает в урологическое отделение в неотложном порядке, по скорой медицинской помощи, которые никогда не догадывались о том, что у них мочекаменная болезнь. Выбор операции, он всегда, как мы исходим из дообследования, решаем вопрос по размеру локализации камня, по его плотности, химической структуре. Мы создаем некий внутренний врачебный консилиум с коллегами и принимаем решение, что предложить пациенту, что будет для него наиболее оптимальным, после какой операции он быстрее всего восстановится, легче всего перенесет и какая операция будет наиболее радикальна для него. К сожалению, мочекаменная болезнь – это нарушение обмена веществ. Есть категория пациентов, которые регулярно обращаются в клинику за медицинской помощью. По статистике, если человек заболел мочекаменной болезнью один раз, то с вероятностью в 50%, что он заболеет вновь. Рекомендации врачей остаются прежними – следить за своим здоровьем и своевременно обращаться к врачам за медицинской помощью.